Бои как персик, в лучах заката на ветке, в траве поет кузнечик. Привет сладкие крошки пыльцы на лапках пчелы. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые пытались запугать и подавить своих оппонентов, но у них не совсем это вышло. А чтобы вас не настигла такая же карма, подписывайтесь на канал и жмите лайк. Красивые цветы печалятся, когда их сажают в старый треснувший горшок, а хороший боец страдает, когда его пытается испугать соперник. На битву взглядов Перес оделся как Джокер и намеревался таким видом испугать Плезиса. Он говорил, что он такой же обезбашенный и бесстрашный, как его герой фильма, и просто уничтожит соперника в ринге. А если не получится кулаками, то, как и Джокер, достанет бензопилу и порежет всех на обед своему йоршерскому терьеру. Но то ли Плезис не смотрел фильм с Джокером, то ли ему весь этот треш-ток уже надоел за годы выступлений, он не проявил особого внимания, а в очередной раз показал, что вместо слов на пресс-конференциях нужно делать дело в клетке. Как мотылек, летящий на огонь, знает о своей судьбе, но ничего не может с собой поделать, так и боец, понимающий, что может быть после поцелуя, идет на это, ибо с чувствами может совладать не каждый. На битве взглядов между Барреттом и Ридом пронеслась настоящая искра. Может, зрителям показалось, что это была искра гнева, но на самом деле это было желание. Желание со стороны Рида, который он воплотил в поцелуй, который Барретту очень не понравился. Но самое интересное то, что в поединке Рид продолжил реализовывать свои похотливые желания и закончил бой в первом раунде очень интересным болевым, который его сопернику точно не понравился. А хотя, кто его знает, что у них там сложилось дальше. Как большой тюлень, лежащий на снегу в лучах летнего солнца, кажется всем здоровым и безобидным, так и великий, в смысле большой, САП кажется всем бойцам большим мешком. Но его попытка испугать Саню на битве взглядов вызвала у Емельяненко легкую улыбку и сожаление, что бой всего один. Уже через минуту мальчик Боб лежал на конвасе и закрываясь руками, даже не предпринимая каких-то попыток развернуться или встать, а просто ждал, когда же этот слепой и беспощадный рэпери остановит это побоище. Когда два дуба растут на одной поляне, весь лес ждет момента, когда один из них ляжет, чтобы второй забрал в себе все желуди. А когда две легенды собираются сойтись в ринге, все ждут невероятных событий на пресс-конференции, и они их дожидаются. Тайсон сразу решил показать Юису, кто есть кто, и на одной из пресс-конференций подошел к нему с намерением закончить бой еще до его начала. А когда один из охранников посмел его остановить, чуть не вырубил его, но к большой удаче охранника Камикадзе не попал. Но ринг это не слова, он все расставляет на свои места. Ленокс выиграл тот бой, отправил Майка дважды в нокдаун перед тем, как нокаутировать и записать на свой счет не только победу над легендой, но и нокаут года. Есть бойцы, которые как гиены, готовые на все, лишь бы получить кусок своей падали, также готовы на любые поступки, лишь бы увеличить свой гонорар и сделать себе скандальное имя. Чисора относится именно к таким. На битве взглядов он дал Виталию Кличку пощечину, но тот, как настоящий джентльмен среди гопоты, не стал сразу бить в носягу, а просто спросил, что ты делаешь. Конечно, может он просто не успел среагировать, ведь в завтрашний день мало кто может смотреть, а тот, кто может, умер еще вчера. Но Чисора на этом не остановился, а непосредственно перед боем уже в ринге выплюнул воду в лицо уже Володе. Но тот также по-джентльменски просто стоял и ничего не сделал в ответ. Несмотря на то, что в поединке не было нокаута и даже нокдауна, кстати, Кличко сказал, что повредил плечо в начале боя и не мог бить свои джебы, Чисоре все равно нехило досталось, и он проиграл единогласным решением судей. Кто ближе к огню, тот первый сгорает, а кто выходит на битву взглядов второй, имеет преимущество в действиях. В противостоянии Янке и Сен-Гелле второй вышел в центр, сфоткался и стал ждать Янку, который, как дерзкий богомол, разрывающий плоды черешни, почти выбежал к Сен-Гелле и толкнул его в грудь, отчего тот улетел прямо в стену, по ходу полета, разметая на своем пути все рекламные щиты. Может, вам показалось, что толчок был слабым, но это так и работает, когда противник стоит расслабленный, с ногами на ширине плеч, без опоры. В общем, нужно сказать, что маневр Янки удался, и Сен-Гелле на бой не вышел, записав свой рекорд бой, как несостоявшийся. Не всегда люди воспринимают ласку и заботу правильно, а иногда даже не ценят проявление нежных чувств, особенно, когда это делает полуголый мужик, стоящий напротив тебя, с розовыми волосами. Не знаю, смогли бы вы выдержать такие знаки внимания, но этот боец не смог и сразу зарядил в бороду, посылающему поцелуи розовому пони. Кто сидит на тигре, тому тяжело пересесть на осла, а кто привык к треш-току, уже не может остановиться, даже если в нем нет никакой необходимости. В поединке двух великих бойцов, Джексона и Сильвы, на пресс-конференции произошел довольно забавный момент. Но забавный он был только для Джексона, а для Сильвы это было моральное воздействие на противника. Сильва толкнул Джексона в грудь, но тот просто заулыбался, типа, мужик, ты чего? Мы знаем друг друга уже годы и понимаем, кто есть кто. Не стоит меня пугать. Но, как всегда, бой показал, кто прав, а кто пугает противника, скрывая свой страх. Джексон отправил Сильву отличным боковым в нокаут, поставив точку в этом противостоянии. Дразнящий лесу пересмешник не понимает, что змея уже на ветвях. Так и в нашем поединке Плессиса и Бахати, который на пресс-конференции перерос в пощечину со стороны Бахати. Но Плессис отреагировал на нее очень весело и спокойно, конечно, затаив в душе обиду и злость. Сам бой закончился через 90 секунд отличным удушающим от Плессиса. Но тот, как охотник, плящущий на трупе льва, высказал в сторону Бахати пару слов сразу после сдачи. А потом еще. И подошел отдельно, когда над бойцом колдовали медики. Как дедушки вспоминают подвиги детства, мы вспомним легендарный бой Вайдмана и Сильвы. Думаю, мало кто из вас помнит именно пресс-конференцию, на которой Сильва позволил себе нечто большее, чем обычно, ведь он всегда очень почтительно относился к своим соперникам. Но в этот день и он, и Вайдман приблизились друг к другу слишком близко. Хотя нужно отметить, что ни один, ни второй не пытались поцеловать друг друга, не толкнуть. Настоящие нерушимые бойцы. Чем закончился сам бой, все мы помним. Но если посмотреть, куда был сделан удар, кажется, Вайдман дал именно в губы, которые его ласкали. А про себя, возможно, подумал. Больше ты никогда не отведаешь моих алых губ. Пишите в комменты, как вы относитесь к таким бойцам. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.